В семье Харченко семеро детей, из них трое школьники. Шестилетняя Ангелина перешагнет порог школы впервые. К учебному году ученики и родители готовы морально. Осталось дело за малым – приобрести все необходимое для учебы. Они в основном самостоятельные. То есть сейчас мое личное участие – только, как говорится, спонсировать, покупать то, что нужно. Я сейчас морально, я думаю, они готовы. А теперь и о приобретении рюкзака для первоклашки многодетным родителям заботиться не надо. Его Ангелина получила в подарок от губернатора Московской области, а вместе с ним и комплект школьных принадлежностей. Акварель Миндова. Как раз ты любишь рисовать, будешь рисовать, да, акварель? А как тебе рюкзак? Красивый? Да. Ой, линейка еще тут. Голицынские семьи – одни из первых получили подарки от губернатора к началу учебного года. Это те, кто в первую очередь нуждается в поддержке многодетной и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На этой неделе мы вручаем 85 таких сувениров. То есть рюкзаки, красивые рюкзаки отдельного цвета для мальчиков, голубые, сиреневого цвета для девочек. Мы все вручаем эти рюкзаки нашим будущим первоклассникам Одинцовского городского округа. Роман Качимов – ученик первого А Голицынской школы номер один. Когда-то в ней училась и его мама Светлана. Одним из ее педагогов была Татьяна Викторовна Одинцова. Встреча бывшей ученицы с учителем получилась неожиданной, но теплой. И подарок оказался очень кстати. Пригодится как раз и рюкзак очень хороший, и вся канцелярия. Спасибо большое. А уже начинали готовиться к школе? Ну потихонечку, да, форму там покупали. Не только рюкзаки и наборы школьных принадлежностей получают одинцовские первоклассники к первому сентября. Каждая семья, в которой подрастают ученики, может рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.